приветствую всех на канале пчеловодства и природа сейчас у нас начало декабря наступила календарная зима ну и в общем то началась настоящая уже зимовка можно так сказать потому что до этого времени постоянно были такие погодные качели то плюс и до 10 и больше градусов то минус где-то ночью опускался дождь такая погода сейчас более менее уже установилась но вот на данный момент около 0 градусов так снежком припорошила ну вот так выглядит пасека сейчас в этот момент ну то есть видно что уже уже как бы снежок и такая в общем-то зимовка уже можно сказать веселее так выглядит наша фацелия можно посмотреть мы весной и уже будем сгребать и потом либо в кучу где-то либо там просто сожжем и на этом месте будем что-то другое садить а фацелию будем садить на другом участке с весны ну что зимовка такая не очень благополучно началась у нас были проблемы проблемы связанные с чем вот этот улей где-то две недели назад я приезжаю воскресенье он лежит перевернутой полностью храмки выпали но они не полностью разлетелись а так выпали и кучкой были сложены естественно все открыто но я подошел что пчел нету расстроенный понятно вот ну что взяли поставили улей на место рамки туда кое-как всыпались вот смотрю где-то там челка там челка появляется когда смотрю есть оказывается пчелы я уже думал их нету оказывается что накануне в субботу был сильный ветер и вот ветер такой можно представить что опрокинул вот этот улей ну улей мы его поднимали вдвоем это так тяжело то есть килограмм пятьдесят не меньше здесь вместе с рамками там с челами совсем вот но что какие проблемы тут вот у меня есть такая защелка но я ее не закрыл так как крышка то довольно тяжелая ну ну как его может открыть оказывается защелка была вот так вот открытая ветром подняла крышку вот таким вот образом но поскольку крышка держится вот таким ремнем то естественно тут получилось парусность ветер это все подул и улей этот улетел то есть я о чем я о том что нельзя так беспечно к этому относиться и в принципе я же это все приготовил защелки есть в основном почти на всех ульях но я почему-то не закрыл так вот может быть расскажу кому-то будет такое предупреждение ну что больше дальше что не рамки я сложил так и оставил и уже на следующую неделю когда приехал потому что они тут разворушились стали расползаться невозможно было что-то их есть там что-то нету собрались они в клуб конечно часть их передавилась они под мор по выбрасывали ну кое-какой клуб там собрался поэтому я уже не пересматривал есть там матка нету ну пару рамок я еще потом забрал так как ну клуб конечно их меньше стало взялся ну сейчас вот откроем посмотрим ну вот вот так вот раз два три 4 5 рамочек и слышно что жужжат слышно там где-то внизу они собрались ну что не будем мы их беспокоить пусть зимуют есть уже там матка нет будем разбираться весной ну вот такая вот такая проблемная как бы ну не зимовка а такое проблемное начало зимовки у меня было поэтому делаю вывод для себя чтобы таких не повторять и ошибок и как бы может напоминание кому-то будет вот ну что посмотрим несколько семей сейчас как собрались как начало зимовки в каком состоянии ну посмотрим сейчас несколько ульев на украинскую рамку как собрались и потом несколько ульев на додановскую рамку тут у меня уже закрыта научила меня закрывать надо так открываем везде в улье сухо вот видно там сухо сухо везде то есть зимовка ну начало по крайней мере отличное так что здесь то же самое жужжат где-то там внизу раз два три 4 5 ну что везде сухо везде все нормально начало зимовки меда им тут достаточно все закрываем следующую на украинскую рамку на украинскую рамку там постоянно меня спрашивали как зимовка на украинскую как надо дановскую на круинскую рамку на узко-высокую пчелы движутся только вверх клуб занимает практически ну все рамки по центру вот и двигаться только вверх при условии того что достаточно меда то зимовка беспроблемная вот они только уже к весне где-то появятся у тут ближе что их будет видно так они где-то там внизу так сухо везде все нормально еще один картина одинаковая везде на украинскую рамку картина везде одинаково ну вот можно посмотреть жужжат и там где-то внизу их не видно все вот так зимуют на украинскую рамку но я не хочу ни в коем случае сказать что надо дановскую рамку ну там хуже насколько что там не перезимовывают пропадают если все правильно организовать у меня в данном случае лежаки надо дановскую рамку та зимовка в принципе ну нормальная вот свои нюансы но если все правильно организовать то тоже нормально зимой ну и так смотрим значит тут у меня племенная маточка ну то же самое вот смотрим всё сухо везде все нормально если хорошая вентиляция то тоже все правильно сделано так ну тут клуб видно вот раз два три 4 5 там чуть ниже вот так вот клуб занимает и здесь впереди впереди клуб доходит до верха доходит и туда куда-то вниз пошел тут им двигаться сюда назад так ясно тут понятно идем дальше ну посмотрим этот улей так смотрим вот тут ниже тут они ниже собрались тут нету видно а в камеру вряд ли будет видно ну там я вижу до верху доходит тоже везде все сухо везде все нормально так интересно будет ну еще один улей откроем так смотрю тут у меня теплая заставная где-то сантиметра 4 по моему да если не пять сантиметров и вот интересно как клуб прижался к этой теплой заставной то есть чувствует тепло тут больше потом меньше меньше но ничего тоже самое нормально главное чтобы тут в последней рамке той которая над заставной было достаточно меда и в принципе будет все нормально так интересно вот я и себе и показать у меня есть двойнички где по две семьи ну семьи это семейки зимуют в одном улье через перегородку такая тонкая перегородка можно сказать вот семейки слабенькие и посмотрим как клуб собрался ну тут придется немножко открыть вот но тем не менее как бы для ну я то сам знаю как этот сам выглядит но интересно будет показать вот так смотрим подымая вот интересно вот одна семья а вторая там пониже их даже и не видно я чё-то раньше было так что они прижимались и с этой стороны и с этой к этой теплой заставной а тут они отдельно сели вот стали появляться не буду их долго держать вот так что не всегда прижимаются что два клуба формируют как бы общий клуб тут вот отдельно все не буду я их сильно беспокоить это и так и как бы кто там будет мне задавать вопросы что почему ты туда лезешь и так далее мы снимаем видео поэтому исключительно ради видео для себя я как бы знаю как они у меня зимуют как они собрались знаю что там все нормально так вот еще тут они может быть здесь собрались так что организовали общий клуб возможно но сейчас попробуем то же самое две маленьких семейки так смотрим а вот здесь то что я и хотел увидеть вот перегородка вот один клуб вот второй клуб и образовали они один общий клуб вот так в принципе в основном и собираются когда две небольших семейки через тонкую перегородку все понятно увидели и закрываем ну и тут конечно самое главное чтобы вот очень хорошо отделить две семьи потому что если только будет хоть малейшее где-то пространство они могут объединиться полностью полностью могут объединиться поэтому тут вот такой нюанс ну все в общем то все понятно как проходит начало зимовки пока что начало зимовки везде сухо в принципе все нормально но семейки слабенькие тут по разным причинам я об этом неоднократно рассказывал я пока зимовкой доволен ну вот был тот случай то происшествие и интересно бывают ли у кого-то тоже такие случаи особенно вот если у ли там ппу какие-то облегченные у ли ветер казалось бы тут и в основном и деревья какие-то здания и все и тем не менее получился что был такой ветер поэтому у кого какая ситуация пишите в комментариях на этом все пока